Всем привет! Вы все время мне пишете под обзорами телевизора, что, мол, чувак, ты показываешь какие-то огромные диагонали, а мы хотим маленький. Вот вам маленький, 32 дюйма. Очень бюджетный, прям безумно бюджетный, но при этом с определенным набором технологий, которые должны быть в телевизоре 2017 года. Моделька у нас называется 7023 32 Lex 7023. Очень неплохая сама по себе и, в принципе, достаточно любопытная. Что касается технических возможностей, то да, здесь 80 сантиметров, либо 32 дюйма, переводить как хотите, ну и, конечно же, NHD разрешение, то есть 1366 на 768 пикселей, если верить официальному сайту. Он крайне легкий, чуть больше 7 килограмм весит и у него достаточно устойчивая ножка. В принципе, по материалам, ну, относительно дешевый пластик, да. Просто визуально смотрится достаточно строго и интересно. То есть, не могу сказать, глянцевый пластик, достаточно тоже качественный. Это у нас, собственно, стекло, что, естественно, идет телевизору в плюс. Если говорить про дополнительные возможности, то он поддерживает у нас и DVB-T, и DVB-C, и, соответственно, у нас поддерживает и CI-модуль, и поддерживает спутниковое ТВ, и обычное ТВ, и 3 HDMI здесь в наличии. И, собственно, есть возможность подключить какое-то устройство по VGA, например, компьютер. Либо же у нас есть возможность получить посткарту, либо по классическому тюльпану изображению. Это неплохо, потому что это, в принципе, расширяет максимально функционал. И если я сейчас нажму на кнопку источники здесь, то мы увидим, что их тут достаточно много. Так, сейчас. Вот, собственно. И здесь их действительно достаточно много. Выбираем то, что нужно нам, и то, что нам нужно по функционалу. Для чего, в принципе, такой телевизор? Все-таки HD-разрешение в 2017 году. Кстати, напишите в комментариях, нужно или не нужно. Если нужно, еще и пальчик вверх поставьте обязательно. И на канал подпишитесь. Не без этого. Но, возвращаясь к телевизору, этот телевизор прекрасно впишется в спальню, вот как в моем случае, или, например, на кухню, что тоже будет хорошо. Также он найдет свое место у кого-то на даче, потому что там, возможно, вам большой телевизор не нужен, а 32-дюймового будет вполне себе достаточно. Его, в принципе, можно взять под мышку и унести с собой домой на машине, увезти, и все, и не заморачиваться. Он действительно очень легкий и крайне компактный для этих целей. Наверное, единственный минус, на таком уже не поиграешь. Даже Nintendo Switch здесь смотрится, ну, так себе. Если только какую-то приставку подключить, которая будет эмулировать там Dengie, Sega и так далее, ну, наверное, будет чуть лучше, чем ничего. Если рассматривать умный функционал, то это один из первых телевизоров, где обновили оболочку. Здесь Wi-Fi BGN, это хорошо. Ну и, конечно же, Wild Red, такая оболочка, дикий красный, у нас все это прекрасно. Но в основе лежит, естественно, Android. Android 4-й версии, приложения у нас здесь установлены. Естественно, я запустил здесь Antutu. Результат вы видите. Понятно, что для игрушек этого будет маловато, а вот для среднестатистической производительности более чем достаточно. Два YouTube здесь потому, что один встроен, один устанавливал я отдельно. Честно говоря, я не помню, какой из них какой, но факт встает с фактом. Ну и, конечно же, Google Play для того, чтобы можно было установить абсолютно любое приложение, какое мы захотим. Ну и управлять этим делом можно как с помощью пульта, так и вывести мышку. Кстати говоря, клавиатура и мышка сюда тоже подключаются и, в принципе, нормально работают. Здесь все как всегда. Это телевизор на Android. Очень удобно в этом плане. Интернет. Понятно, что здесь есть браузер. Мы его видели, собственно, в числе приложений. Давайте запустим просто еще отсюда, посмотрим, как это выглядит. А выглядит это следующим образом. Ничего серхъестественного использовать можно вполне. Единственное, что фильмы я бы, наверное, так смотреть не стал через различные стриминговые сервисы, потому что здесь, в принципе, все и так зашито. Файловый менеджер. У нас есть еще, кстати говоря, отдельно файловый менеджер фото и отдельно файловый менеджер видео и музыка. Но, по сути, это лишь дублирование функционала, потому что сами файлы – это уже по умолчанию и то, и другое, и третье. Если не хотите видеть что-то одно, то можно использовать те вкладки. Ну, а, в принципе, можно просто подключиться к домашнему серверу. Кстати, я вам не показал. Кроме этого, здесь есть еще Google Диск, Яндекс Диск, локальная сеть. Возможно, у вас поднят домашний какой-то сервер. Мы выбираем видео, выбираем, чтобы нам показывали все это по папкам. Естественно, у нас вот, собственно, видео. И давайте какой-нибудь запустим сериальчик, чтобы посмотреть, как с этим справляется. Ну, вот у меня, например, здесь что-нибудь такое любопытное и интересное. Та-та-та, та-та-та-та-та, даже не знаю. Давайте флэши запустим, потому что все же любят флэши. Вы смотрите флэши? Напишите тоже об этом комментарии. Если смотрите, большой палец вверх, а еще стрела, легенды за вторшние дня и так далее. Я лично смотрю, мне нравится. Так, запустим. Давайте перематываем, попробуем. Так, 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 вот я переключился. Перематываем подальше. Без проблем справится. Да, без проблем справляется. Так что, я опять-таки говорю, для кухни, для спальни, наверное, это практически идеальное решение. И HD-разрешение и качество картинки будет более чем достаточно. Кстати говоря, если пульт потеряете, здесь есть дополнительное приложение, которое может управлять всем этим великолепием. Так что, если вам оно вдруг надо, то можно установить и таким образом абсолютно. Здесь никто вас никак не ограничивает. Так что, можете использовать вот эту вот штучку, в принципе, все нажимает, все хорошо. Вот. Давайте мы отключимся, выйдем на домашний экран и продолжим дальше. Фото понятно, я уже объяснил, что это, в принципе, тоже файловый менеджер. А вот фильмы, вкладка достаточно интересная. Здесь встроена поддержка нескольких сервисов. Это ими, и гоу-гоу. И здесь есть агрегация большого количества фильмов. Естественно, все бесплатно. И вы можете выбрать любой фильм, который вам нравится, либо мультфильм. Да, вот, например, я люблю «История от мельницы». И почему я вот, например, хочу в высоком качестве это дело посмотреть. Сейчас у меня все запустится. Я переключусь, перемотаю сейчас сразу. Так-так-так-так. И вот могу наслаждаться любимым мультфильмом в хорошем качестве. Вполне себе удобная история. Я думаю, что для многих, кто не хочет заморачиваться с большим функционалом и чем-то подобным, это будет очень удобно. Кстати говоря, программа передач здесь тоже поддерживается. Но для этого есть отдельная тема, называется ITV. BBK называет это бесплатным телевидением внутри телевизора. В принципе, это так. Пока денег он с меня не потребовал. Это встроенная IPTV, работает при наличии интернета. Качество, как вы видите, очень приличное. Кстати говоря, звук, в принципе, тоже неплохой. К тому периоду, когда подобное... Мне нравится. Ну и, конечно же, все переключается с пульта просто стандартно. Так как мы это делали бы на обычной антенне. И это действительно удобно. Ну и, конечно же, если мы нажмем здесь вот на зелененькую оплату. Потому что кнопка здесь такая, естественно, есть. И откроем отдельно тарифные планы. Сейчас у нас где? Вот все тарифы. Вот все тарифы. Они сейчас подкачаются. Но я вам сразу скажу, что самый дешевый тарифный план со стандартным набором телеканалов. А, собственно, вот 65 штук. 99 рублей в месяц. Мне кажется, что это достаточная цена. Здесь есть чуть подороже тарифы. Но уже выбирайте сами. И в этом плане, конечно, все, как говорится, очень гуд. И большое спасибо, что добавили подобный функционал. Внутрь телевизора зашили. Я такого еще нигде не видел. А здесь, можно сказать, телевизор идет в комплекте. Ну, видео мы уже свои проходили. Вкладку музыка тоже. Флешку сюда тоже подключить можно. Здесь есть несколько USB-шников. Правда, не USB 3.0. Но этого достаточно для того, чтобы, в принципе, смотреть не очень в высоком качестве фильма. Да, там 720p. Опять-таки, да, при его разрешении 1080. Сюда кидать смысла и нет. Очень даже неплохое в итоге решение. Он не тормозит. Он хорошо работает. У него есть какой-то интересный умный функционал. У него есть возможность получить какой-то контент из сети. Это хорошо. Есть браузер. Есть возможность установить приложение из Google Play, если вам нужны какие-то специфичные типа медиатеки приложения. И все это действительно за очень-очень недорого. Мне кажется, если кому-то и нужна такая штука, то вот это почти что покей. В одном флаконе. Что касается по картинке, вы думаете, я вот это вот сейчас все впариваю, то вполне синий плохо. Цвета передаются нормально. Вот он у меня сейчас немножко здесь синит, но на самом деле я очень долго отстраивал картинку так, чтобы у вас была наиболее естественная. Ну, наверное, вот плюс-минус на самом деле то, как это все и выглядит в реале. Как видите, если вот мы переключимся на папку файла, то здесь у нас красный, зеленый, желтый. Они все хорошо смотрятся. Плюс голубой в несколько оттенков, белый. Белый, как белый, кстати, не отметил. Вид что ты дата, погода минус 7 в Москве пишется. Ну, естественно, время. Все синхронизируется по сети. Тоже очень удобно. В общем, если вы задумывались, нужен ли вам телевизор или не нужен, маленький, дешевенький. Какой именно? Вот на 32 дюйма, что прям совсем дешево. Дешево там бабушке подарить, да, чтобы она какие-то фильмы смотрела. Однозначно, именно вот такой BBK может стать хорошим решением. Ведь и денег много не потратите, и при этом получите достаточно качественное изображение. Ну, в меру понятно. И 720p. Был бы здесь 1080p, можно было бы уже, наверное, рассматривать его потихонечку для игрушек на том же Nintendo Switch хотя бы. И тогда бы играло еще лучше. Но, в принципе, даже с HD-разрешением более чем достаточно. Если вы вдруг заинтересовались, по ссылке в описании можно почитать про этот телевизор подробнее. Ну, и, конечно же, что правильно. Если видео для вас было полезным, интересным или каким бы то ни было другим положительным ключе, большой палец вверх. Внизу есть красная кнопка, чтобы подписаться. Если уже подписались, то обязательно, я подчеркиваю, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о таких вот интересных гаджетах. Ну, и, конечно же, шарим данное видео у себя в социальных сетях. Я буду очень вам благодарен за это. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok